Здравствуйте, дорогие товарищи. У нас сегодня такая очень диаблская атмосфера. Сюда нужно будет тебе поставить, если это легально, саундтрек из второго Диабла из города. В ТВ-арне. Там есть такой гитарный. Сейчас подождите, вот так вот. Вот у нас есть даже. Ну все-таки я бы сказал, это хэллоуиновский выпуск. И для хэллоуиновского выпуска, я очень доволен, что мы как раз-таки в преддверии хэллоуиновский фильм. Я думаю, это идеальный хэллоуиновский фильм для взрослых дядек. Слушай, я не думал, что это хоррор в конце. Но это тоже не хоррор, это такой специфический хоррор. Это для нас вообще уже ничто не хоррор. Ты когда в последний раз тебя пугала когда-то в этой жизни? Расскажи, о чем мы говорим. О чем мы говорим? Мы говорим о фильме «Субстанция». Субстанция. Это «Субстанция». Не помню, как зовут режиссерку, простите. Видел ее предыдущий фильм. Но «Субстанция» — фильм, который взял в Каннах главный приз, если я не ошибаюсь. Ну, где-то угол этого. В симпатии жюри, по-моему, «Певет». В общем, да, главное событие этого года. В общем, я могу сказать так. У меня были завышенные ожидания на этот раз. Потому что обычно, как я говорил в предыдущих наших обзорах, мне были занижены. Мне были завышены, потому что я ждал довольно долго этот фильм. Я ждал, пока он появится. Я ждал, когда он получил там этот приз. И хорошая новость — это то, что он, в принципе, мои ожидания оправдал. То есть, когда я начал смотреть первые какие-то сцены, решения со звездой, актрисы на асфальте и так далее и тому подобное, я такой, это режиссура. То есть, вот этот момент, когда какой бы ни был сценарий, ты вдруг понимаешь, вот может прийти режиссер и сказать... Я вижу так, да? Я вижу так, и ты такой неожиданный ракурс, с какого посмотреть на эти вещи. То есть, как очень короткий, может быть, да, не спойлерящий ничего пример, это вот когда мы знакомимся с персонажем Дэниса Куэйда, которого изначально должен был играть Рэй Лиотта, но он как бы отшел в мир иной чуть раньше положенного. И ты знакомишься с персонажем, когда он заходит в туалет, и камера спрятана где-то в районе лица его. Да, вот так вот, писсуара. И то есть, это человек сам с собой сумасшедший, абсолютно что-то там перетирает, пока писает прямо тебе в лицо где-то. Мне кажется, что нужно избавиться от этой актриски. То есть, и в такие моменты, первые несколько сцен я смотрел и думал, выебонисто. Ну вот, если я хочу снимать, мне бы хотелось бы вот с таким же тоже, как бы, вот, посмотрите, кто зашел. Потом в какой-то момент оно немножко снижает обороты, мне кажется, неизбежно. Ладно, все-таки обесполю сейчас ее, с ее позволения или без ее позволения режиссера. Да. Этого режиссера предыдущий фильм «Revenge», если я не ошибаюсь по-английски он так назывался, представлял собой, ну, ревенж-флик. То есть, девушку изнасиловали где-то в доме, хотели убить потом, потому что она могла бы рассказать, она не умерла, и обострились у нее все ее звериные инстинктивные особенности. Всех убивало, короче, до единого придурка. И там были похожи... Единственное, что связывает эти два фильма, это то, что там очень много крови. Нет, только в конце уже. Мне даже понравилось, как она затихарилась, и пыталась его корни спрятать на какой-то момент. И какие-то вот цветовые решения, то есть все те сцены, которые были в особняке главной героини напротив этого большого окна, который красивый вид на город. А в предыдущем фильме там вот был очень похожий не фойер, как это называется, студийного типа вот эта комната, и там был на пустыню вид. Не понимаю, откуда такой вот прыжок в качестве и прочем. Возможно, действительно, кто-то очень сильно горел этим проектом. Я думаю, что просто попало где-то там, что люди, которые вот... Ну, то есть это современный феминизм, культура и прочее, она вот неожиданно попала в правильный продукт. А Деми Мур для нее это как Бёрдман. Деми Флакиттона, правильно? Полагаю, да. Ну, в какой-то степени, получается. Авторское кино, которое с ярким режиссером, который смог реализовать. Да, причем реализовать женщину, которая когда-то была суперзвездой. Все-таки призрак с Патриком Свойзи – это Деми Мур. И даже о чем Маргарит Куэлли, актейса, которая играет ее молодую красивую версию сейчас, могла бы только мечтать. Это такие фильмы, как у Ридли Скотта, на секундочку, солдат Джей. Мне очень понравилось, что Деми Мур тоже так искренне говорил в интервью про этот фильм, что сложно было сниматься в ее положении, когда ей кажется… Она-то в своем воображении уже себе представляет себе старуху так в этом фильме, она в конце выглядела. И сниматься в этих обнаженных сценах и прочем такого калибра… В общем, я думаю, латвийскую актрису мы бы не… Хорошо, если одну бы нашли, да. Которая согласилась бы на что-то такое, на такой уровень откровенности физиологической. Да-да-да. Это какая-то смелость требуется, вот эта смелость и какая-то профессиональность даже. Оценить вот этот замысел и пойти на вот это вот ради этого замысла. И я думаю, что Дэми Мор однозначно не прогадала, когда она решилась на эту роль. Вот Ван Гуи, будет ли Оскар или нет, ну посмотрим, да, за это. Потому что вот ее партнерша Маргарет Колли, которая играет ее молодую красивую версию, дочь Энди Макдауэл, актриса, которая снималась в роли любовного интереса в фильме «День сурка». Где еще Энди Макдауэл снималась? Ну, там всем снималась, не помню. Лицо Лореал, косметики уже многие десятки лет. Да, да, да. Маргарет Колли – ее дочка. А может быть этот «Топ Ган»? Нет? Или другая там была? Нет, там другая была. Тоже кучеря была. Эти красавицы девяносто. Они одноразовые были, к сожалению, да. Были другие времена, сейчас уже не так. По-моему, она еще где-то снималась. Снималась, снималась, да. То есть она была актрисой. Что-то где-то в голове щелкало, но непонятно. Да, ну «День сурка» такое самое, мне кажется, что приходит на ум. Вот, Маргарет Колли я впервые увидел в клипе «Кензо Уорлд» режиссера Спайка Джоунса. Тот, который, если вы хотите посмотреть крутое музыкальное видео, вот «Кензо Уорлд» Маргарет Колли впервые я ее увидел. Я думал, что она танцовщица какая-то. Она там очень классная, заводная, живая. Потом она снималась, опять же, ярчайшая роль, из того, что я видел. Ролей было гораздо больше. У Тарантино в «Once Upon a Time in Hollywood» хипика, которая предлагала Брэду Питту свои прекрасные ножки. Квентин, это пусть останется на твоей совести эта сцена. Точно, да. Да, 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 вот. Вот откуда она. «Kinds of Kindness», то, что я уже рекламировал на Дмитрия канале этого, да, она снималась там. И я недавно видел ее, она снималась в 50% составе «Братьев Коэнов», то есть в фильме одного из «Братьев Коэнов», «Красотки в бегах» в русском переводе, в оригинальном там было что-то чуть ли не «Лесбухи в бегах» на сленге. И когда я посмотрел ее интервью, в частности к «Субтанзе» и прочему, я подумал, что это все интересно в том плане, что она в интервью, возможно, из своего техасского акцента звучит, как девчонка соседнего двора, и это не комплимент. Такое ощущение, что чисто по-человечески мне бы не было с ней о чем поговорить, что сложно себе представить. Она выглядит очень простушкой. Да. Ну, то есть она говорит, как «Рэбнэк» с района, которая только что нюхала клей где-то за углом перед тем, как прийти на интервью. Но это впечатление. Возможно, это очень глубокий, интересный человек, а возможно, и нет. И это еще одна интересная тема. А нужно ли тебе быть очень глубоким умным человеком, для того, чтобы быть замечательным актером? Да, потом возникает вопрос, а нужно ли спрашивать интервью у этих актеров, потому что насколько они умные люди. Да, ну, то есть мне, например, очень нравится, я не знаю, какой пример привести, какой-нибудь Джек Николсон. Я не уверен, что Джек Николсон очень глубокий человек, с очень глубокими жизненными интересами. Да. И так далее и тому подобное. Да. Не факт, что мне было бы интересно с ними говорить, но то, что они могут, у них лицо ободать каким-то магнетическим качеством, и что-то можно у него проецировать, и у него хочется проецировать разные истории, это прекрасно. Да, согласен. Сапатичная, красивая женщина. Кстати, фан-фэкт, грудь в фильме не ее настоящая. То есть она вся так идеальна. Это Маргарет Куэлли, да. Добавили чуть-чуть, но добавили. Ну, нужно было накрутить… Я думаю, надо было накрутить на уровень Дэми Мор. Потому что у Дэми Мор вроде как с этим все в порядке. Но они поднакручивали. Да. Интересно про Дениса Куэйда, который играет здесь продюсера, я так понимаю, вместо которого должен был играть Рэй Лиоттон в оригинале. Он играл в сотнях, в десятках, сотен, в общем, фильмов, которые мы смотрели в 80-х и 90-х и так далее. Хоть один фильм я назвать не могу. Ну, то есть он где-то там играл. Он кто-то там был. И здесь меня порадовало, меня как стареющего, испытывающего те же проблемы, что героиня этого фильма, актера. Меня радует мысль о том, что вот и в этом возрасте ты можешь так немножко выделиться. Ты явно не ожидал того, что концовка будет такой Акирой. Акирой. Ну, в лучших японских традициях, я бы сказал. Ну, то есть оно как бы… Оно где-то там намекало на то, что оно имеет какую-то боди-хоррорную составляющую в себе. Но чтобы вот так вот активно вывалиться… Ну, такой как бы Кроненберг… Не то, что я хочу сказать. Кроненберг уже давно так не снимает. Даже сын Кроненберга… Я посмотрел его последний фильм про парочку, которая поехала… Парочка? Не в отель, а в другую страну. И там тоже какие-то обмены телами, что-то в этом роде. То есть очень похожая история, похожая тема, не дотягивая до этого фильма и даже близко. Это женщина-режиссер, француженка. У французов вообще было в начале 2000-х. Хоррор-волна такая довольно-таки мощная. Они умеют шокировать, когда захотят. И вот сейчас опять. То есть был «Титан», который получил главный приз, если не ошибаюсь, в «Каннского кино» уже несколько лет назад. Теперь этот фильм. «Субстанция». И… Ну, вот можно позавидовать. Мне кажется, что есть ощущение классики какой-то, что взяли какие-то ужастики, которые мы знаем, любим, которые люди, которые интересуются жанром, смотрели. «Муха» Кроненберга, «Нечто» Карпентера, классику литературы, как «Портрет Дориана Грея». Ну и, наверное, можно докопаться до какого-нибудь «Фауста» с «Мефистофелем» или что-нибудь в этом роде. Нет. Это классическое искушение. Искушение. И главный герой… Да, синяя борода, все что угодно. Есть одно правило, которое они… Библия. Адам и Ева. Библейская история, да? Библейская история. Все, что тебе нужно делать, это делать все по инструкции, и ты получишь вечную молодость. Но нет. Ну, то есть эти все факторы соблюдены. Немножко может быть, на мой вкус, если придраться, история прямолинейная. Ну, то есть не изобилие… Тут как раз таки Японщина было бы очень хорошо, потому что они бы навертели на этом бы хтоне в несколько слоев. История прямолинейная, но срежиссированная. То есть с точки зрения эстетики, боди-хоррора и прочего, мое почтение. Все время было ощущение, что смотрю какой-то неизданный, нереализованный фильм Даррен Аронофски, который снял Пи, рестлера «Черного лебедя» и «Кита», которого они смогли смотреть. Да, возможно. Потому что у Аронофски очень часто… Знаешь, еще самое главное, референс не сказал. «Реком по мечте». Это «Реком по мечте», но про красоту. Очень режиссерские некоторые приемы были похожи, но у Аронофски все-таки «Реком по мечте», на у тебя было чуть больше вкуса и стиля, хотя здесь с этим тоже все очень дело хорошо. Да. Но вот это вот у Аронофского то, что есть очень часто крупные планы лица главного героя, мы прикованы к нему в его эмоции, нас не отпускают оттуда. Широких планов довольно-таки мало. В целом, в принципе, все работает. И что мне больше всего в этом всем контексте нравится, это то, что у тебя есть определенные маневры для интерпретации того, о чем это было. Как я сказал, те во время фильма, не моя мысль, на самом деле, где-то о «Крайм Охо» услышал, что это может быть сабстанс, название фильма «Вещество» и про злоупотребление вообще веществами, которые тебе дают ощущение того, что ты молодой, и все было как раньше, ненадолго. И портрет Дориана Грея, и двойник, наверное, это вот имел в виду Достоевского. Я не читал Достоевского двойник вот этот. Ну, я смотрел фильм «Звучь Айзендерг». И даже этот фильм не смотрел, но я слышал про него как бы, и поэтому у меня сразу такая ассоциация возникла. То есть, когда я смотрел, это вот первое, что всплыло, конечно, это эпизод «Кривого зеркала», ну, не «Кривого», блин, «Черного зеркала» от «Нетфлиса», где там женщина увлеклась каким-то телевизионным гуру, который продал ей какие-то уколы в лицо, в общем. Она сошла с ума и превратилась в нечто. Вот. Это первое, что меня... Вот, я подумал, нифига себе, они просто взяли сюжет и реализовали. Потом у меня возникло вот это то, что портрет Дориана Грейта упоминал, и двойник вот этого Достоевского. Ну, и вот, наконец, этот сериал от Амазона, который про разделение дома и работы, как если бы это было. В общем, это отличный вариант. То есть, варианты того, что посмотреть, мне кажется. И этот фильм, наверное, даже входит... То есть, блин, даже входит. Он просто входит в этот ряд. В общем, я хочу сказать, что по фильму, то есть, картинка оператора нашли отличного, то есть, который знал, что снимает и как снимать. Режиссера, который понимал, что он хочет сказать. То есть, режиссер... Мне, кстати, это слово такое, режиссерка. Вот это вот. Это спорный вопрос про феминитивы. Да. Опять же, я сказал его сейчас сам, я начал автоматически употреблять. Хотя, когда я первый раз услышал, что такое делают, у меня была очень негативная реакция. Да. Потому что мне показалось, что это сексизм. Потому что, если режиссер снял крутой фильм, то нам, по идее, абсолютно должен быть параллелен полу режиссера. Мужчина или женщина. Да. Потому что этот режиссер настолько крут, что пол не играет значения. И когда мне в театральном контексте сказало, что этот спектакль поставила очень крутая режиссерка, я был оскорблен, потому что мне казалось... То есть она крутая, как режиссерка. А как режиссер, она уже, значит, не настолько крутая. Потому что мы делаем скидку как женщине. Ну, это было мое. Давай за женщину. За женщину, да. Конечно, это чай пуэр, но тем не менее. Но тем не менее, да, я хочу сказать, в контексте за женщину в этом фильме... Очень сильный контекст. Вот такие кино меня склоняют к феминизму больше, чем это как ее... Кто у нас там в Дисней сейчас? Это Кеннеди? Кэтлин Кеннеди? Да, Кеннеди. Кеннеди со своими попытками как-то в волк-культуру. Да, это волк-культура реально. То есть я вижу классных женщин-исполнительниц, классную женщину-режиссера, оператор, не знаю, была ли женщина, но в любом случае, не зависимости от пола, снимаю шляпу. И я такой, да, вот давайте, круто, жестко, женщины про женщин, для женщин, но нам тоже интересно какую-то, как сказать, воюристическую в этом... подчерпываем, правда? Это очень женское кино, феминистическое, скажем так, феминистическое кино. Но в том числе, если говорить о том, что мы тут рассуждаем про режиссера, насколько это профессиональный термин или в целом термин, к которому можно добавлять всякие вот эти вот... Мне кажется, режиссерка, вот этот вот, ну, так, небольшой дополнительный, этот суффикс К, окончание К, он немножко так пихается куда угодно, и он, в общем-то, не везде годится, потому что режиссер Ша, это более почти одни, нежели режиссер Ка, там какая-то... Ну, какие-то лингвистические такие, да, замесы, я не знаю даже... Ну, в целом, в целом я хочу сказать о том, что при том, что я придерживаюсь вот этого момента того, что... Если мы говорим о профессии, то мы не должны обращать внимание на пол, вот... А на профессиональные качества. Да, на профессиональные качества, и в этом смысле мы просто используем грамматику, базовую грамматику, это... Так уж исторически сложилось, что она мужского рода, вот... То в данном случае пол-женщины, то есть пол-женщины, пол-режиссера, мне кажется, очень важная фишка этого кино, потому что она реально сделала... Сделала женский хор. От души. Да, мы можем говорить о том, что вот здесь отличнейший оператор, вот эти вот... Картинка сочнейшая, которую приятно было смотреть, которую приятно наблюдать, которая вот... Смелость и контекстно правильное использование кадров, сцены и так далее, вот... Знаешь, я бы на контрасте сравнил, как ты говорил про Онегина Андреасяна, ну то есть это тот вариант, когда камера, позиция камеры... Она рассказывает что-то. Да, с какого ракурса оно будет располагаться, как оно будет монтироваться. Ты чувствуешь, что люди думали и долго думали, как, с какого ракурса, что мы здесь хотим показать в первую очередь, а не просто поставить камеру. Именно так. Звукорежиссер, мое почтение, это просто... ASMR для любителей хоррора, да. Все чашкает, хрустит. Хрустит, да. Как надо. Старуха хрустяшка, это просто такое вот... Да, как будто бы Chipsy Lays в первый раз здесь открываешь, да. Поэтому, если вы как-то так очень плохо переносите какие-нибудь вот эти био-живые особенности... Физиологические, аудиальные композиции, скажем так, эксэмплы, да. То, наверное, лучше вам немножко отстраниться от этого фильма. Тут еще в кинотеатре довольно-таки хороший звук, да. Поэтому он у тебя прямо каждый раз, когда что-то выворачивается, хрустит, оно как будто бы в середине мужичка где-то вот свое происходит. Но звуки правильные, как бы, и особенно вот этот вот евро-транс или как-то вот это евро-дэнс-транс, как электронный... Ну это техно, наверное, уже больше идет. Но евро, но евро. Которая во всем фильме звучит, она создает необходимый ритм, она звучит там, где нужно. И вообще-то как-то так очень чувствуешь это вот биение, так сказать, фильма. Сердцебиение фильма. Вот. И самое главное, что режиссер знал, что она показывала. Она же сценарист, поэтому она знала, что снимает и что показывает. И хочет сказать, что... Я вначале не ожидал, что это будет хоррором. То есть, ну как бы это даже не... Ну ладно, как ты уже говорил вначале, что мы уже довольно тертые калачи, и в этом смысле нас мало что пугает. Ну по факту это хоррор, даже несмотря на то, что, может быть, мы вряд ли испытаем то, что мы не сможем заснуть сегодня ночью. Разве что из-за пуэра. Да, да, да. Явно не из-за фильма. Но, да, в том плане, что вряд ли это нас пугает. Но, по сути же, это для человека впечатлительного, может быть, очень впечатлительным фильмом. Да. Но фишка в том, что он привносит очень много интересных идей в голове в процессе просмотра. Женский хоррор, он открывает нам вещи, которые в мужском хорроре, как бы, мы бы не задумывались о таких вещах. Да, если смотреть с этой точки зрения, я бы рассказал, что это такой тип фильмов, который позволяет тебе, как представителю другого пола, глубже посмотреть на какие-то проблемы, которые тебе, может быть, такие могут с ним показаться. Хотя, как я и говорил, мне кажется, это вопрос места времени, социального какого-то там отношения, статуса и таких-то других элементов. Ну, то есть можно сказать, что мотив вечной молодости, увядающей красоты, он более актуален для женщин. Да. Хорошо. Согласен. А если мы так чуть-чуть расширим, а для геев, ну что, не более актуально, когда тоже тебе все время нужно там искать партнера? Мне как раз таки вдумалась эта идея. Во многом вот этот вот сюжет упирается в отношения, в сексуальную разрядку, то есть продолжение рода. И для женщины вот это вот сексуальное продолжение рода, вот эта сексуальная фертильность, она не осознается во многом, но она очень важна. И то, что вот в 35-40 лет начинается вот это действительно увядание, а при этом у мужчины, смотря на то, что они скуковывают, у мужчины и все остальное, но тем не менее они могут продолжать род буквально пока у них стоит. Вот. Это как бы огромная разница в… Аль-Пачино, у которого недавно родился ребенок. Да, да, да. Это огромная разница восприятия жизни. Дум спиро-спиро, пока живешь, надеясь, потому что пока у тебя вот это вот… Пока есть пары, а пары они будут долго, то есть у тебя есть какая-то надежда. Пары, возможно, будут гораздо дольше, чем будет позволять тело, и неизвестно, что хуже в этой ситуации, когда тело сдается раньше, чем пары, или когда тело еще тащит, иногда бывает такое, что пары уже не хотят. И действительно, когда вот организм говорит «нет, а ты все еще хочешь, да?», вот, это страшная ситуация. Мне кажется, для мужчины тоже понятно. В принципе, вот это вот кризис среднего возраста и все дела. Но мне кажется, что в данном случае вот очень… Знаешь, почему говорят, что мужчины – небо, ну, в классической интерпретации – мужчина – небо, а женщина – земля. Земля родит, небо – это более творческое такое начало, потому что это идейное такое более. И в этом смысле, что для женщины физиология играет огромную роль. То есть, понятно, что для мужчины, вот, если у него пока вырабатываются физиологические соки, которые заставляют его как-то так дрыгаться и идти вперед, это тоже имеет значение. Но, как я уже говорил, там разные степени, разные сроки остановки. И в этом смысле, что физиологичность для женщины, она гораздо больше проявлена. Начиная с вот этих вот месячных, которые вот для девочки обозначают, что она становится женщиной. Ну, я в целом согласен, но, опять же, мне кажется, да. И вот, подожди, извини. И в этом смысле физиологичность этого фильма – это как раз-таки подчеркивает его женственность. То есть, может быть, для мужчины, который, вот, был там, не знаю, в средние века, там, прирезал кучу коров, там, свиней, а может быть, даже и кучу людей в своей жизни это выглядело бы… А так херня какая-то, блин, чего вы там воите, вот. А для современного мужчины это, конечно, не так весело. Я в целом согласен, но представь, вот, мне кажется, поставь себя на место человека, себя же самого, даже не другого человека, а ты бы посмотрел этот фильм, предположим, лет на 15 позже, когда уже эрекция не такая константа сама по себе, когда вас можно какать больно иногда, ходить больно, садиться больно. Оно уже, ну, начинается всегда неожиданно. Я уже по себе какие-то отслеживаю моменты, когда мне казалось бы, ой, черт, это что, возраст? Почему? Да, да, да. То есть, оно, мне кажется, попало бы в нас на другом уровне, если бы мы с тобой бы накинули еще десяток лет, посмотрели бы это в другом возрасте, оно бы играло бы сильнее. Оно очень сильно говорит, кстати, об этом, поэтому оно интересно в том числе. То есть, я хочу закончить предыдущую идею про физиологию. Я, может быть, еще не в том возрасте, или я, может быть, просто не тот человек, но мне кажется, что вот эта вот женская нереализация через детей, она гораздо более больно бьет по ее жизни, нежели мужская реализация через... Вот, и в этом смысле мужчина, он может себя реализовать через какую-то идею эти, что он был какой-то, ну, где-то хорошо что-то сделал, помог кому-то, или что-то в этом роде может успокоить себя. А женская реализация, она не сможет себя, потому что она более физиологична. Мне еще понравилось то, что там, кроме вот этой вот мужчина-женщина, то есть Деннис Куэйд, который там, несмотря ни на что, он все равно является вот этим мирителем красоты. Это, кстати, интересная тема о том, что вот как мы пытаемся вот не избавиться, все равно нам нужно вот это вот что-то, какой-то точкой отчета. И вот для мужчины это является женщина, а для женщины это является мужчиной. И этого никак не избежать. Хочешь ставить себе пять копеек, что интересный и характерный персонаж Дениса Куэйда, молодой красивой версии, не пытается даже домогаться. Хотя, казалось бы, предложение показать мразотного мужика лежит на поверхности, но при том, при всем, что его персонаж не домогается до обновленной версии героини, не делает его более приятным. Такое ощущение, что это уже такая степень порога и разврата, что его даже секс уже не интересует. Лайнштейн. Может быть, начальная сцена, где он там с трудом писает, напекает на что-то. Да, это уже все превратилось в разменную монету. У него нет даже личной выгоды в этой красоте. Кстати, интересно, вот последняя сцена, где вот внезапно вспомнились зловещие мертвецы, Питер Джексон ранний до Лотровой. Это даже смешно, что это было. Оно очень женское. То есть вот это вот, когда они показывают... Сиськи вылазят из глаза? Сиськи вылазят из глаза. Это же, понимаешь, вот фишка в чем? Что мужчины, когда вот это видят, они как-то пропускают через фильтр вот это вот то, что он может... Она когда-нибудь... Фразу вот эту, очевидно, ей где-то это запомнил, что вот типа, если бы у нее сиськи были вместо глаз, вместо лица, там вот это... Да. Они, может... Это скорее всего такое... Выражение скорее было о том, что если бы эта женщина была такой вот простушкой, но это было бы секс, просто секс, который вот это вот захватывал без вот этой модельной внешности, то это был бы совершенно иной разговор. Но вот эта вот физиологичность, которая воспринимается вот буквально, она вот это вот... Это, наверное... Я не знаю, если бы женщины говорили о пенисе. Вот. Это, помните, как анекдоты про поручика Ржевского, который залез в шкаф девичную и умер со стыда там? Вот. Ну, да, мне кажется, если в этом контексте этот фильм, конечно, упускает одну очень важную, на мой взгляд, особенность. Не то, чтобы упускает, намеренно опускает, я бы сказал только как деталь. Но это тот факт того, что секс — это не комбинация качеств только визуальных, качества кожи, подтянутости и так далее, и так далее. На мой взгляд, секс — это вибрация. Я встречал довольно много в своей жизни женщин, которые объективно, если их рассматривать на каком-то приборе, ничего себя конкретного особенного не представляли, но источали. А тут уже зачастую как раз-таки показан механизм того, как оно работает наоборот. Это чисто визуальная картинка, но за ней нет вот этого физиологического притяжения. Кстати говоря о фильме, то есть это женщина, которая показана там, это актриса лет 50. Мы говорили о том, что Дэми Мор в 60, при этом она играет лет 50, то есть это уже своего рода достижение. А тут же получается, что эта актриса лет 50 за свою жизнь не сумела добраться ни до какой-то семьи, ни до каких-то людей, с которыми она могла бы продолжить свой путь, так сказать. Непонимание того, что она является. То есть она где-то умом застряла в этих вот своих 20... Да, все ушло в достижение цели. Все ресурсы были сконцентрированы на этом, поэтому ничего другого не сформировалось. Да, ничего другого не сформировалось. То есть это тоже говорит о определенном качестве людей. Ну, то есть этот фильм об определенного качества людях. Тут интересно, как раз затронул еще один из мотивов фильма, который можно не увидеть, а можно увидеть. Это условно мать и дочь. Вот. Отцы и дети и так далее. Это тоже шоу. Да, потому что она не на поверхности, но как одна из интерпретаций происходящих событий. И какая-то эмоциональная правда тоже в этом есть в этих отношениях, когда вот молодая, горячая, условно завоевывающая ту реальность дочь... А помнишь в Воропаево вот фильмы, где они как будто на остановке где-то там метро или что-то в этом роде? Ага, наверное, Танец Дели, но они в больнице на скамеечке. Вот, именно так вот. Помнишь, когда они размышляют о том, что вот родители хотят... Хотели бы, чтобы дети поранились для того, чтобы они обрели какой-то необходимый опыт. Если бы старость могла, если бы молодая знала, знаете. И вот в этом фильме очень четко, классно, наверное, даже где-то на уровне картинки, на уровне происходящего показывается, что вот это непонимание между поколениями. И вот несмотря на то, что это вроде как один и тот же человек, вот эта вот подростковая версия, ну вот молодая просто версия, она не понимает, она перестала понимать, что чувствует вот эта вот старая версия. И какую боль она приносит ей. Вот. И это вот мне тоже очень сильно зацепило. Есть о чем задуматься? Я даже не знаю. Для меня это на данный момент один из таких самых приятных фильмов года. Женское кино, красивое, сильное, жесткое, кровавое такое, что и мужское многое позавидует. Которое показывает мужчину какую-то новую перспективу или углубляет существующую на вещи. и делает это критично ко всем полам и как-то по-честному. Опять же, как и Мегалополис Копполы, в чем-то басня. Да. Такая зловещая, кровавая басня. Единственное, что вот я бы, возможно, я бы посоветовал этот фильм посмотреть всем тем людям, которым нравится говорить о кино, а вообще в целом после кино думать, потому что порассуждать есть о чем. Ну и тем, кто довольно-таки спокойно воспринимает, может быть, какие-то физиологические подробности, потому что тут этого дела тоже хватает. Если вы человек впечатлительный и хочется прямо от фильмов получать только благостные вибрации, но это, наверное, не тот вариант. Тут, как и в искусстве большом, бывает все по-жесткому. Фильм в том числе во многом о принятии себя. И вот как бы... Слушайте, мы говорили об одной теме, второй, третий. Вот это вот... Это очень базовые сущности, как бы вот это вот отношение... Отношение к себе, отношение между людьми, отношение со своими отпрысками и так далее. Понимаете, что этот фильм просто вот отлично вот эти вот вещи подымает и заставляет одни говорить и думать. Мне кажется, этот фильм однозначно стоит посмотреть. Да, да. Особенно, если вы хоть на мизинчик, хоть на миллиметр придвинулись к тому, чтобы понимать, что вы смертны. Ну да. И что молодость ваша не вечна или не молодость, а то, что были и сейчас не было, оно тоже еще в стадии деградации, по большому счету, скорее всего, идет. Если вы уже в том возрасте, когда он, можно сказать, уже идет не в тот край расцвета, а уже в тот край заката, то, скорее всего, вам будет о чем подумать. И в этом плане можно идти даже смело с партнером, там, с близким, любимым человеком и понимать, что время – время, да. Да. А кто-то? Да. А еще там есть голые женщины. И они красиво сняты. Да. И поскольку снимала тоже женщина, даже как-то ей не особо стыдно нам за это признаться, что… Да, это не просто секс, это искусство. Да. Если что, с нас взятки гладкие. Да, как-то так. Вырубая их, пусть идут смотреть уже, да. Осенним, вечерним днем – самое оно, я считаю, да. Ладно. Одному или с кем-то, без разницы. Да. Короче, дорогие товарищи, мы рекомендуем. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары. У товарища Диаконова есть свой канал тоже. Я, наверное, найду, начну вести рано или поздно, да. Да, да, да. Спасибо, что в это верить. И увидимся где-нибудь в следующем видео. Всем спасибо. Пока. Пока. Я специально настаивал в отношении к Дмитрию, чтобы мы посмотрели это в Splendid Palace. Что-то у меня есть какой-то фетиш небольшой на то, чтобы это смотреть в таких местах. Да, Splendid Palace в Риге, если вы еще не посещали, и вы внезапно каким-то образом оказались в Риге, то кроме Forum Cinema с классического центрального кинотеатра и сети литовской сети кинотеатров, как там их, Аполло, Акрополь и там дела, все дела, то есть еще Splendid Palace. То есть это кинотеатр, который основан в зале очень классическом таком. Это исторический зал для Риги, потому что здесь сто лет назад, ну чуть больше уже прошло с тех пор, больше чем сто лет назад в Риге впервые показали первый фильм на ленте, ну первое что-то, что можно назвать фильмом. Его реконструировали какое-то время назад, несколько лет как, и мне очень нравится эта площадка для просмотра авторского кино, потому что она как бы уже сама по себе претензиозна, там почти никогда нет ни людей, невозможно купить попкорн, нет рекламы перед фильмами, и она дает немножко другую атмосферу, мне эта атмосфера нравится. Это кинотеатр классика в чистом виде, то есть там еще потолок такой, ну вы конечно в темноте этого не увидите, но если вы перед сеансом зайдете до того, как выключится свет и посмотрите наверх, вокруг, то у вас просто вот такое очень классическое, как будто вы действительно пришли на оперу, балет и кино как часть вот этого цикла. Да, то есть не сикстинская капелла, но воспринимать можно. Благодарю. Смотрите, нам мох принесли, я думал, что мох не нужно заваривать сам по себе, но он есть. Прекрасно. Да, то есть мне понравилась эта часть относительно того, пусть он заварится чуть-чуть немножко, поэрчик мы взяли, если что, вот. Да, мне эта часть очень нравится, этого кинотеатра, что есть какое-то такое ощущение, что ты становишься чуть-чуть more sophisticated, чуть-чуть как-то твой интеллектуальный уровень вынужден бодриться. когда ты приходишь в это место, ты чувствуешь, что ты не приходишь просто потреблять контент. здесь уже, ну, немножко затопыренным мизинчиком, но какие-то другие материи присутствуют. Элитарность такая. Фильм, кстати, тоже в том числе ядра на школьниках. Да, вы сами понимаете, о чем я примерно. И как устраняем. Так, как это делается, выпал. Размерно. Я – да.